Привет, Стрэш! Рад снова видеть тебя на канале Трипл Вайп. Меня зовут Джонни Лейни, и сегодня я расскажу тебе, как получить и решить загадку конфигурация пустота, которая ведет нас к получению уникального экзотического корабля. Тут, эээ, должен быть он, но как он выглядит толком еще не ясно. Итак, давайте с самого начала. Чтобы получить доступ к заветному контракту, нужно пройти миссию час испытания на нормальном уровне сложности, и тем самым разблокировать доступ к героическому уровню сложности. Подробнее об этом можете увидеть в предыдущих моих видео. Потом пройдите миссию на этом самом героическом уровне сложности и получите катализатор. А затем приступаем к выполнению того самого контракта. Он, кстати, выполняется только на героическом уровне сложности. Подобрать контракт ты можешь в самом начале миссии. Что от нас хочет этот контракт? Найти красный ключ, найти зеленый ключ, синий и собрать 49 частиц сива. Прежде чем я покажу расположение трех ключей, обозначу пару важных моментов относительно них. Во-первых, когда ключ подбирает один участник команды, он засчитывается всем. Во-вторых, советуем всем игрокам подбирать по одному ключу. Когда мы выполняли этот контракт, то один игрок награду не получил. Позже мы выяснили, что он не подбирал ни один ключ. Возможно, что это баг. Возможно, что просто совпадение. Кто знает, но лучше перестраховаться. Продолжение следует... Большая часть миссии проходится, как обычно, до момента, когда вы оказываетесь вот в этом зале криптархов. Вот сюда-то нам и нужно, ибо именно здесь начинается самое интересное. Вот сейчас все внимание на экран. Во время решения у вас перед глазами должна быть таблица с несколькими важными обозначениями. Ссылку на эти таблицы я оставлю, конечно, в описании к видео. Итак, первая схема – это карта зала. В зале есть семь комнат разного цвета. Обозначаются они как зеленая, белая, желтая, красная, фиолетовая, синяя и голубая. Рядом с этими комнатами есть три консоли, которые будут показывать комбинации. Располагаются они так. Рядом с зеленой и белой – первая. Рядом с синий и голубой – вторая. И рядом с желтой и красной – третья. В свою очередь, внутри самих комнат находятся терминалы по семь штук в каждой. Их расположение вы можете видеть в отдельной сноске. Так, с картами разобрались. Теперь давайте разжевывать, как это все проходить будем. Для начала прохождения любой игрок должен активировать любую консоль. После активации она, как и две другие, будут выдавать случайную комбинацию двух чисел. Давайте назовем эти экраны циферблатами. Самым непростым тут станет то, что нужно визуально быстро прочесть обозначение всех 12 делений по кругу. Примерно как на этом стоп-кадре. Итак, трое игроков, три консоли. Один из игроков должен стоять у первой консоли и называть свою комбинацию чисел. Сначала называется цифра на левом циферблате, потом на правом. Другие две консоли тоже выдадут свои комбинации. Исходя из комбинации чисел, вы должны понять, какой терминал в какой-либо из комнат вы должны активировать. Перед вами всегда должна быть вот эта таблица. В этой таблице обозначены все комбинации чисел и имеется схема зала. Так что все в одном, что называется. И да, есть скрипт. Кому-то удобнее пользоваться им, вбивая комбинацию это вроде как даже быстрее, но тут уж на вкус и цвет. Ссылку на скрипт, на всякий, тоже оставлю в описании. Теперь давайте на примерах разберем, иначе не понять. Ну и вообще, вам действительно стоит один раз другой просто добраться до этого зала и посмотреть, как там все устроено. Итак, пример. Если игрок у первой консоли назвал комбинацию 1-2, то становится очевидно, что вы должны активировать первый терминал в красной комнате. Идите в красную комнату и активируйте первый терминал. Глядя на эту схему комнаты, это будет правый верхний терминал со стороны входа. Логично? Логично. Ну а сейчас рекламная пауза. Если у тебя нет времени на фарм, если ты не можешь найти команду для забега за новым экзотом или за решением головоломки, то тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Заветные пвп пушки, желанный экзот, да даже прокачка персонажей, все это доступно на сайте двинг.нет. По промокоду TripleVibe ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Если собираешься обратиться за получением идеальной эпидемии, то пиши в чат оператору, он ответит на все твои вопросы. Возвращаемся к видео. Теперь для чистоты еще один пример. Если игрок у первой консоли назвал комбинацию 1-1, то вам необходимо назвать комбинацию со второй консоли, ибо есть два терминала, у которых первая консоль имеет значение 1-1. Игрок у второй консоли называет свою комбинацию, и вы обнаруживаете нужный терминал для активации. Если вы активируете правильный терминал, то он загорается зеленым цветом. Если вы активируете неправильный терминал, то он загорится красным цветом. Не беспокойтесь, просто деактивируйте его и ищите правильный. После правильной активации терминала, консоли будут выдавать новую комбинацию. Поменяют расположение секции на циферблате, то есть. В сумме вам нужно активировать все терминалы. Их 49 штук. Один важный момент. Да, еще один. Каждый правильно активированный терминал добавляет 15 секунд к вашему таймеру прохождения миссии. Третий игрок, кстати, может быть тем, кто будет называть расположение терминала. Он будет слушать ваши калауты и мгновенно искать нужный терминал в списке. Это поможет вам сократить время. Вот смотрите, комбинация у первой консоли. Она тут 1-12. Сверившись с таблицей, понимаем, что терминалом с кодом 1-12 является третий в голубой комнате. Бежим в эту комнату и активируем терминал. Вообще, эту загадку можно пройти в соло. Да, если у вас есть запас в 6-7 минут, то вы закроете практически гарантированно. Ну, если тупить не будете. Для максимальной скорости перемещения используйте всевозможные способы и шмотки. Вот и все в принципе. За успешное завершение этого контракта вы получите схему для создания корабля и 13% к прогрессу катализатора на идеальную эпидемию. Не исключено, что на следующей неделе будут новые комбинации. Расположение ключей уж точно будет отличаться, но чтобы не пропустить новость об их расположении и возможное изменение механики квеста, подпишись на нашу группу вконтакте, там информация появляется в разы оперативнее. А на этом пока все. Надеюсь, я достаточно понятно разъяснил эту головоломку, которая на самом деле оказалась очень даже простой. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. До связи!